сегодня мы поговорим с вероникой токуновой врачом-терапевтом нефрологом урологом о кастрации собак в каких случаях она показана первую очередь это конечно образование семенников это конечно прямое сразу да то есть у нас показания к их удалению и не затягиванию этого процесса у кобелей старше 6 или 7 лет показания кастрации возникают по причине например доброкачественной гиперплазии простаты которая начинает уже мешать до процессу мочи и спускания ну и конечно же еще один вид патологии который является прямым да то есть показанием к удалению семенников это крипторхизм если кастрация не по медицинским показаниям то по какой причине владельцы все-таки склонны ее провести в большинстве случаев это поведенческие реакции это когда речь идет например о маленьких собачках потому что большие как правило так себя дома не ведут это мечение территории в домашних условиях поведение до гиперсексуальности когда животное домогается всех членов семьи и мебели и окружающих вещей и надо скорректировать поведение ну или конечно да агрессивное поведение по отношению к другим самцам поэтому здесь да становится вариантами либо химическая кастрация либо обычной кастрации и прочее прочее ну и кто сказал что во время половой охоты суки не имеет склонности к побегам точно так же да поэтому это тоже бывает становится проблемой когда начинается летний дачный сезон конечно варианции когда пришли гости ночи на участок потому что собаку не заперли дома на ночь или собака сделала подкоп под забор и ушла это тоже проблема скажем так частая или появляются какие-то проблемы которые являются показаниями да точно того чтобы улучшить состояние животного именно кастрации различные варианты ложных щенностей и прочее прочее а можно ли кастрировать суку во время течки вот здесь уже принципиальный вопрос это плохая идея потому что как раз это не даст возможности организму находиться в фазе вот этого да то есть полового покоя может все равно приводить гормональным нарушением и развитие ложных беременности если сука стерилизована не в фазе полового покоя и даже если например течка закончилась а у суки есть ложная беременность кастрировать ее нужно только после того как это все разрешится в фазе полного полового покоя может ли у сук после кастрации возобновляться течка такие варианты есть когда по каким-то причинам во время хирургической операции была повреждена капсула на то есть яичника и часть каких-то фолликулов осталось даже вот эти вот несколько то есть фолликулов которые остались они будут давать все классические симптомы сохранения цикла и такое к сожалению до сих пор все равно добываем зависит ли от породы собак мелкие крупные может быть есть какие-то особенности до собаки слишком разные и есть разные исследования которые были проведены да по поводу каких-либо в течение жизни проблем связанных именно с тем но их ассоциирует именно как раз с тем то что животного была проведена кастрация и речь идет и об определенных группах пород и естественно о размерах собак и ну можно скажем сделать такой небольшой вывод то что касаемо крупных собак да я бы не торопилась с ранней кастрации дожидалась бы полной физиологической злелости вызревают они физиологически гораздо позже и здесь могут быть проблемы которые могут быть до ассоциированы изменением гормонального фона который повлияет на рост других систем органов касаемо возьмем отдельно прям группу карлики здесь примерно так же как с кошками а то есть не вижу никаких вообще ограничений если как дело касаемо кабелей более крупные да то есть весом там от 8 килограмма выше то здесь у меня тоже скажем так из практического опыта стало складываться свое личное субъективное скажем так мнение к этому вопросу то что я тоже не являюсь сторонником надобности если не беспокоит владельца да то есть поведение кабеля если у него нет вот этого гиперсексуальности или нету какой-то то есть агрессии половой надо подумать насколько нам сейчас данный конкретный момент это нужно делать то что касаемо сук то если брать те исследования которые уже да то есть огромное количество лет которые говорят о том что то есть риски снижения там да то есть новообразование да то есть молочной железы до первой течки это действительно есть и и как раз за счет чего то что нет яичников да они не функционируют никакого влияния да то есть в течение жизни не оказывает на молочную железу нет самих яичников нет рака яичников да матка редуцирована нет проблем с ней потому что гормоны на нее не влияют и поэтому конечно да в этих случаях риски меньше но есть другие нюансы которые да то есть могут произойти в течение жизни у собаки и основная проблема услуг неважно это суки у которых удалены только яичники или суки которых удалена и матка яичники и у тех и других может развиваться с возрастом сфинктерные недержание мочи то есть это основная проблема до которая может скажем так быть неприятным сюрпризом с течением какого-то времени да то есть то что собака начинает писаться но это все равно не повод отказываться от кастрации если есть необходимость все-таки это делать потому что неважно в каком возрасте мы проведем операцию до сфинктерное недержание может случиться в любом случае а может не случится но можно сейчас тогда подытожить из плюсов если кобели не будет простатита не будет образование семенников изменился до возможные варианты сфинктерного недержания мочи даже после кастрации простота полностью никуда не делась очень маленький процент все равно существует того что с простатой могут случиться какие-то проблемы прослук плюсы не будет как мы уже поняли да то есть образование яичников образование матки но опять же с тем же вариантом как у кобелей с простатой на то есть он на никуда не исчезает если мы удалили только яичники и если соответственно что-то не так пошло конечно есть малюсенький процент что с маткой может случиться если мы удалили все целиком да то есть есть такие проблемы как культит это воспаление культиматки например если у собаки есть какие-то другие проблемы с либо хронические циститы какие-то на то есть которые первично случились они сам вот этот культит патологии самого преддверия влагалища или уретры которые могут привести к ассоциированным инфекциям поэтому здесь да но это не связано напрямую с кастрацией и то что связано напрямую это да сфинктерное недержание мочи есть противники кастрации есть сторонники кастрации чаще всего эти люди отстаивают свою позицию как единственно верно один владелец говорит я не кастрировал свою собаку она прожила 20 лет ничем не болела другой говорит я не кастрировал свою первую собаку через три года она погибла от какой-нибудь болезни вот обращение к личному опыту как ты его оцениваешь все собаки разные это также как люди это абсолютно разные системы вселенная да то есть каждое отдельное животное неважно собака это кошка там не знаю хорек или кто-то еще это отдельная маленькая вселенная которая функционирует по-своему и есть собаки которые даже опираясь на опытом да то есть нашего любимого доктора владимира валерьевича которые например какого какую-нибудь одну собачку оперировала в течение жизни много раз по поводу каких-нибудь просто жутких там образований в разных местах или только в одном месте она жила долго потому что не повстречался классный доктор который помог ей жить долго да то есть а есть собака который не будет ничем болеть и доктор ни разу в жизни не нужен она доживет действительно до 20 лет сохраняя полностью все свои органы на месте да то есть без какой-либо там коррекции на лечебно-хирургической потому что это во многом зависит именно от генетики чем больше животное проходит естественный отбор тем лучше крепче его иммунитет и лучшего генетика тем больше шансов конечно не обращаться к доктору и жить хорошо и условия содержания тоже во многом играет роль если она не может получать нормального полноценного питания если она болеет его не лечат это приводит к быстрому изнашиванию дата из каких-то органов или целых систем то конечно такой пациент долго не проживет если пациент даже имея какое-то хроническое заболевание то есть неважно о каком органе опять же идет речь благодаря просто желанию владельца до создать максимально все необходимое чтобы замедлить прогресс данного заболевания своевременно обращаться за помощью и любая собака может жить долго а может жить мало также как ушка и в зависимости от нашего желания